В Каракалпакстане есть традиция, если хочется обернуться, посадить дерево. Но нынче дерево нерентабельно, мы сажаем лимон, чтобы оправдать наши расходы, которые мы тратим в Каракалпакстане. Поэтому приезжайте, сажайте лимон и будете жить при пороечи. Вот мой лимон, который будет приносить всему лимонарию доходы. Через два года, дай бог, этот лимон будет плодоносить, и я пойду первым собрать его урожай. Сегодня родился Владимир Ильич Ленин. Добро пожаловать в Каракалпакстане. Окей, мы с вами будем делать? Джумарай. Мы находимся... Шуманай. 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 Место называется Шуманай, республика Каракалпакстан. Через два года всего будет пробыть каракалпакские лимоны. Я гарантирую. Фрау Рузметова тоже сажает. Свой лимон тоже вносит. Немка тоже вносит свой вклад в развитие экономики Узбекистана. У Kabul. С комфор certification уже с Gazкой. Отдымет... Бойль. Бойль. Бойль минники т herumон brought в землю Excellent! Да, пока мы можем понять, я не вижу, чтобы не искали насohанность. Мы продолжаем путешествие по северу Узбекистана. Мы покидаем Каркавбань и направляемся в Торезу. 45 километров от Нухуса вы можете увидеть памятник за арастризм Челтык-Кала. Мы остановились, чтобы прикоснуться к этой древней религии и немного изучить ее. Возраст Челтык-Калы около 2200 лет. Северный Узбекистан являлся центром за астризмом, если не все Азии, то Центральной Азии точно. Данный храм использовался как погребение усопших. На самую высокую точку оставляли умерших. Позже их обгладывали, съедали, пожирали, можно сказать, хищные птицы. Позже этих же усопших собирали их кости, помещали в пувшины и закапывали земли. Данный процесс связан с тем, что в за арастризме запрещено осквернять землю телами усопших. Вот такой по узкой дорожке мы входим на территорию храма Челтык-Кала. Челтык-Кала представляют собой сооружение высотой в 15 метров, диаметром 65. Вот по этим узким полочкам узкой тропинки вносили усопших на возвышенности. Вот здесь их оставляли, соответственно, позже собирались кости, складывались кувшины и погребались у подножия горы, где расположен этот храм. Вот такой замечательный вид с башен храма. Вот, смотрите, перед нами Амударья. И, конечно, полномодная, но из-за растительных мероприятий она уменьшилась в объеме, соответственно, орал поступать все меньше и меньше. Интересный челлендж устроили местные. Если подняться на самую высокую точку, где я нахожусь, то можно видеть имена, составленные камнями. Это вообще интересно. Как они составляют. Наверное, один стоял сверху и говорил. Правее и левее об этом камне. Причем это достаточно больших размеров. Вот так развлекаются люди в Каркал-Паке. Польческие люди. Ничего не могу больше сказать. Если вы часто путешествуете, посещаете исторические места, то вы заметите вот такие... Лоскуты. Это может быть дерево, это может быть что угодно. Традиция никак не связана ни со слабой. Думаю, что к царастризму тоже не иметь никакого отношения. Но люди приходят, завязывают, по желанию уходят. Во время пандемии раньше, по-собому, это были скупки бумаги, скупки глупо-материала. А теперь это, посмотрите, маски. Маски стали заменять материал. То есть человек завязывает, говорит свое пожелание и уходит. То есть пандемия внесла свои коллективы даже в религиозные убеждения людей. Такой замечательный пейзаж с другой стороны. Храма. Бескрайние просторы севера Узбекистана. В Каркавпаке. Правильно сказать, республика Каркавпакслава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова покидаем север узбекистана вылетаем сургенча в ташкент так мешочком идем к трапу чтобы растрясти все жиры накоплены за счет очень вкусной кухни каркалпаки здесь прекрасно